Итак, друзья, подписывайтесь на канал Артема. Артем рассказывает совсем про другую Испанию, честно, откровенно, поэтому, ребята, переходите по ссылочке и подписывайтесь на его канал. Ссылка будет в описании и в первом комментарии. Проходите и подписывайтесь, и смотрите, и слушайте про немного другую Испанию. И сегодня у нас последний день у меня в Барселоне, точнее говоря, и вы встретились с Жанной, и запишем сегодня интересное интервью. Жан, приветик. Всем привет, мои дорогие. Жан, может, расскажи вообще, чем тебе Испания нравится? Сразу такой первый вопрос с налета. Вау, сразу в лоб, да? Да-да-да. Хорошо. Во-первых, запасайтесь чаечку-кофеечку. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Или там вечера, кто когда будет смотреть, да? Испания прекрасна, как всегда. Погодка, ну, про это даже говорить не надо. Очень отличается, конечно, от России. В первую очередь большой такой плюсик. Еда. Еда, конечно же, тоже. Очень качественные продукты в супермаркетах продаются. И это, вот, не знаю, как сказать, но небо и земля. Действительно, по сравнению с супермаркетами в России, это очень-очень большая разница чувствуется. Вот. Что еще про Испанию рассказать? Могу рассказать, что сама Испания настолько привлекательна не только внешне, но и внутренне. Вот эта вот энергетика, когда сюда попадаешь, действительно ощущаешь себя очень комфортно. Внутри, я имею в виду. Очень комфортно. И энергетика очень мягкая. Вот это вот меня прям на повал просто сразило. Даже в центре Барселоны, Алексей, вот подтверди, да, много народу, много людей, куча просто. Но, тем не менее, все это вот каким-то вот таким вот, какой-то мягкостью сглаживается. Мягкостью? Мягкостью в энергетике. Вот мягкость, благость такая царит. Нет вот этой вот, как тебе сказать, на вот того вот, что ли, постоянный стресс, куда-то бежать, да, вот это вот. А вообще психологические изменения какие-то прошли у тебя, Жанна, вот за все это время? Ты как-то другая стала или осталась такая же, которая была в России как-то? Да. С какого, кстати, города-то? Это секрет? Нет, это не секрет. Я из Омска, из Сибири. А, из Омска? Да. Конечно же, изменения произошли. Я здесь прожила, можно сказать, большую половину часть своей жизни. 16-й год, если я не ошибаюсь, уже пошел. Ого! Поэтому, как же за это время не могли произойти изменения? Конечно, произошли изменения еще какие. Как внутренние, так и внешние. Внешние, надеюсь, не сильно произошли. А что поменялось внутри? Как-то думать по-другому стало, как испанка? Или все-таки там, как на севере России мыслит элементаритет? Я бы не сказала, что я стала думать как испанка. Отнюдь. Я всегда была русской и буду продолжать оставаться русской, думать как русская. Но, тем не менее, я просто, во-первых, конечно, ближе начала понимать этих людей, этот народ. И они мне стали настолько родными, что у меня иногда ощущение, что я вообще здесь родилась на самом деле. Настолько вот действительно чувствуется вот это вот родство необъяснимое. Я даже не могу сказать, почему вот так вот. Вот сразу же, как, почти сразу же, как я приехала, конечно же, какой-то был период адаптации, естественно. Но на самом деле ощущается, что все очень близкое такое, очень-очень родное, что ли. Вот так вот, если коротко. Если коротко. Слушай, так вообще как-то человек, который приезжает, и как-то он меняется, смотрит на мир по-другому, еще что-то. И какой-то такой есть моменты? Или все сложно гораздо? Потому что Испания, она для каждого человека, она как-то по-разному раскрывается, правильно? Я абсолютно с тобой согласна, и не только Испания. Ты знаешь, я сделала огромнейший вывод за свой такой, я бы не сказала, что прям большой жизненный опыт. Но, тем не менее, вот то, что у тебя внутри, да, то, какой ты внутри, так тебе и раскрывается по отношению к тебе, по отношению к твоим... касаемо каких-то твоих же, опять же, ситуаций, так к тебе и раскрывается страна и люди. Это самый, наверное, главный вывод жизненный, который я сделала. Все идет и исходит из тебя самого. Да. Где бы ты ни оказался, неважно где, в Испании, в России, в Германии. А, как вот для тебя Испания? Кого-то, послушай, мне так говорят, Испания, страна третьего мира, и все испанцы рукожопые, не пойми, что куда. Вот, какая для тебя Испания? Испания для меня прекрасная. Все долго, все... Я на эти мелочи, все долго или недолго, вообще внимания не обращаю, не заостряю, потому что, наверное, еще раз повторюсь, живу каким-то таким больше внутренним миром, чем внешним. И чем больше гармонии внутри, тем меньше ты обращаешь и заостряешь внимание на внешних каких-то моментах. Я обожаю Испанию, и для меня Испания... Это моя вторая страна, как моя вторая мама, например. Как-то так. А если сравнивать жизнь в России и жизнь здесь, чем вот она отличается, на тот взгляд? Чем отличается Испания от России? Да. Ну, много чем. Уровнем жизни, комфортом, опять, той же погодой, да, про которую я уже сказала, качеством жизни, как, не знаю, как в еде, как в обслуживании, так и в общении с людьми тоже, опять же. Люди здесь очень открытые, очень общительные, открытые. Я вот, допустим, до сих пор... Я-то уже привыкла, но вот когда родители у меня приезжали, первый раз в Испанию, они так были удивлены тому, что куда бы ты ни шел, везде с тобой здороваются. Неважно, знает тебя человек или нет, он везде тебе говорит «Ола». Это ж так здорово. Тебя вообще он не знает абсолютно. Мой папа зашел, например, в здание, где мы живем, с ним здороваются, заходят в ресторан, с ним здороваются. Конечно, когда он зашел в туалет, и там с ним поздоровались, вот это была фишка, конечно, мы так смеялись. Папа говорит «Ну я понимаю, там еще в ресторане здороваются, или там домой куда-то заходишь, в подъезд». «Ну не в туалете же». Я говорю «Да, да, да, Испания, она именно такая». Вот настолько она открытая. Расскажи вообще, медицина здесь пользовалась? Про медицину мало, что могу сказать. И слава богу, пользовалась тоже мало. В основном какие-то моменты, такие, если серьезные вдруг, то в России все решается. Потому что, во-первых, медицина здесь, если что-то действительно серьезное, важное, медицина здесь дорогая, да. Но опять же, тут страховки существуют различные, которые тебе дают право все это подешевле, более дешевое обслуживание. Но, допустим, если брать, сравнивать качество медицины здесь и в России, то, конечно, здесь обслуживание более высокое. И, единственное, здесь большие очереди. Здесь надо долго ждать, чтобы, особенно если, конечно, у тебя обслуживание бесплатное, есть еще и такое, тебя могут бесплатно обслужить. Но придется долго стоять в очереди. Месяц-два. За это время уже может все, что угодно с тобой произойти случится. Интересно. А вообще какие-то там знакомые-то появились, там, испанки. Как помните, у тебя испанский хороший уже или так? Вообще, на самом деле, у меня испанский, да, у меня хороший испанский. Я преподавала больше 10 лет испанский и русский язык. Больше русский преподавала, но испанский тоже были у меня ученики такие. Дело в том, что, значит, испанский, да, хороший, но сейчас как бы я это дело немножко уже забросила, немножко другими делами занимаюсь, но мне очень нравилось преподавать языки в плане того, что хорошо оплачиваемая работа достаточно и на высоком уровне, допустим, вот, учителям здесь и медикам, вот, что вот, за что я хочу отдать должное Испании, здесь платят достойную зарплату. Не ту зарплату, которую у нас платят в России, допустим. Вот это вот, конечно, еще один большой плюс, который можно в копилочку. А чем вот занимаешься жанром? Скажи, вот, например, свой там один день из жизни, как вот ты там проводишь там? С утра встала, там кофе попила, там пошла на пляж или как вот это выглядит в реалити? Мои хобби менялись от разных обстоятельств, от разных моих желаний в том числе. В общем, я, как я уже сказала, много лет преподавала испанский и русский язык, ну, в основном русский. У меня были как взрослые, так и детки тоже были у меня. Вот, со временем у меня была такая мечта очень хорошая и интересная. Я всегда хотела сниматься, даже выучилась в России на журналистику, на филологическом факультете выучилась, отучилась. Вот, и в итоге, приехав сюда, конечно, не смогла работать по своей профессии, потому что у меня был очень сильный акцент, это надо родиться здесь или прожить здесь с очень таких, с малого возраста, чтобы у тебя акцента действительно не было. Так вот, но сниматься в видеороликах и рекламе мне удавалось неоднократно. Вот, допустим, в понедельник у меня будут очередные съемки с компанией Велла, волосы мне будут подкрашивать, я точно не знаю, что будут конкретно делать там, но мы договоримся обо всем, естественно, чтобы мне понравилось, и я буду выбирать причесочку и цвет волос. Дальше, это одно из моих, так сказать, хобби, я бы не сказала, что я суперпрофессионально этим занимаюсь, в том числе я занимаюсь видеоблогерством, у меня свой YouTube-канал, Алексей, ты знаешь. Да-да, ребят, не забывайте подписываться, ребят, ссылочка будет в описании и в первом комментарии закреплена, поэтому подписывайся на канал Жанны. Она рассказывает про Испанию, другую Испанию совсем. Другую Испанию, да. Своими глазами. Моими глазами. Да-да. И как вообще у тебя день проходит, например, она там с утра проснулась, как-то... Вот, Алексей, я к чему веду все, что мой день проходит в зависимости от моих хобби и от моих желаний, да, допустим, если что-то мне нужно сделать, если меня куда-то позвали на съемки, естественно, я еду на съемки. Если у меня в этот день есть занятия с моими учениками, я провожу занятия. Последнее время, кстати, я давно этим не занималась из-за вируса всемирно известного, да, поэтому я сейчас не преподаю, сейчас все на онлайн обучение перешли, но мне это не нравится, не устраивает меня такой вариант. Это совершенно некачественное обучение, поэтому вот в данный момент я, допустим, приехала увидеться с Алексеем, собрала чемодан и побыстрее в Барселону. Здесь я останусь ночевать с подруги, и потом у меня будут съемки, точнее, это будут не совсем съемки, это будет реклама для компании волос, для компании не волос, а которая делает продукцию для волос, Вэлла, и пойду, так сказать, поеду, вернее, через день или через два сейчас, не знаю еще, когда подтвердить мне должны. Так что вот, такие дела. Кроме этого, еще интересным занятием, таким необычным занимаюсь, наверное, уже полмира переходит на другое, так сказать. Вообще сейчас какой-то мир меняется совершенно, да. Онлайн-обучение, там какие-то цифровые достижения, все больше-больше, да, такие входят в нашу жизнь. В общем, криптовалюта, то, чем тоже мне нравится заниматься. Я еще занимаюсь криптовалютой. То есть я тебе потом поподробнее еще расскажу про это, про все. О, подожди, криптовалюта, интересная тема. Это не кидалово, не мошенничество? А то что-то я так слышу, ничего хорошего не слышу. Смотри. Расскажи, может, подробнее, пожалуйста. Естественно, этим надо уметь заниматься, и этому надо обучаться. Естественно, когда человек необученный и кидается на все подряд, на какие-то, входит в какие-то непроверенные компании, или начинает какие-то бешеные деньги вкладывать непонятно вообще куда, да, естественно, естественно, можно прогореть и вообще остаться без штанов, как говорится. Единственное, вот я, знаете, хочу вам посоветовать, кто будет этим заниматься или кто хочет этим заниматься, да, начинать. В общем, хочу посоветовать этим людям ни в коем случае не занимать никаких кредитов и не занимать никаких вообще денег для того, чтобы заниматься криптовалютой и биржами. Это первое и главное правило, которое действительно очень хорошо работает. Знаете почему? Потому что можно, да, можно прогореть. А чем кредит потом отдавать будете, понимаете, да, о чем я? То есть если вы даже там уверены на 100%, что компания работает круто, ни в коем случае не занимайте, лучше поменьше вложить какую-то небольшую часть, да, и начать с этого и начать постепенно обучение. Обучение здесь 100% нужно будет. Поэтому, в общем, ребята, такой вам важный и очень хороший совет. Так а криптовалюта вообще, это вот что? Это вот я слышал там, что она 1000 евро стоит там одна как-то. Она в чем измеряется-то? Я вот до конца так и не разобрался. Есть разные виды криптовалют, но вообще монетки, они вообще разные есть на самом деле. Цены на них разные, есть такое понятие как трейдинг, а есть такое понятие как просто ты вкладываешь в какую-то компанию, и там в этой компании твои деньги прокручивают и отдают тебе какой-то процент, безусловно. Но они могут в минус большой уйти, там потерять деньги? Естественно, таких компаний тысячи, миллион, естественно, они могут уйти в минус. Но если надо знать компании, надо знать людей, и в это вообще дело не в проверенное, ни в коем случае не суваться. Вот, допустим, пока мы исследовали этот мир криптовалюты, не один месяц прошел, сразу говорю. То есть из-за этих месяцев можно немало потерять, но это стоит того. Это стоит того. Опять же, немало потерять, сколько для кого-то мало это 100 евро, для кого-то мало это 1000 евро, для кого-то мало это миллион евро или рублей, неважно сейчас, кто меня смотрит, да? Вот, поэтому все зависит от ваших доходов, от степени вашей прибыли. Если действительно можете вложиться и не бояться потерять эти деньги, вкладывайтесь, вкладывайтесь, проверяйте компании, вкладывайтесь. Это может принести огромные доходы и большую прибыль, поверьте. И может оказаться далеко не кидало вам. Сначала проверяйте. Вот, а эти компании, в которые вкладываются уже люди, сейчас про компании поподробнее еще затрону тему, там уже получается, что не только трейдинг, там в этих компаниях они занимаются не только трейдингом, там уже идет и вкладывание в акции, в облигации, в золото, в нефть и так далее и тому подобное. И в общем-то, в общем-то, почему эти компании приносят такую большую прибыль? Потому что они вкладываются во много разных отраслей, во много разных сфер, да? И даже если какая-то сфера прогорает или опускается, то остальные ее поддерживают и идут наверх. Все равно в итоге ты держишься на плаву, получается, уходишь в плюс. И выгода для всех, и для самой компании прибыльна, и для тебя. Проценты получаются неплохие достаточно. Ты рекомендовал бы вообще, стоит заниматься открытой валютой? Потому что мне сказали, Алексей, лучше, если не разбираешься, лучше не лезь туда, говорит. Если не разбираешься, все верно. Прогонишь нафиг, говорит. Если не разбираешься, не лезь. И если у тебя голова действительно в голове моей опилки не беда, то лучше туда не ссуваться. Но если ты чувствуешь, что разбираешься, если ты чувствуешь, что ты сможешь, почему бы и нет, очень-очень прибыльное занятие. Но можно как много потерять, так и много выиграть. Выиграть можно. Выиграть или заработать, кто как называет. Да. Достойная тема достаточно. И я ее глубоко сейчас просто изучаю. Мне она очень нравится. Я думаю, что... Это будущее, да? Я думаю, что да. Обязательно. Обязательно. Безусловно. Единственное, нужна голова. Нужна голова. Без нее никак. Если бросаться на куда попало и во что попало, можно очень хорошо прогореть. Вот такие дела. Шан, вот разные блогеры там подписываются на это, вкладываете сюда. А потом ведь люди же, когда вы там вложились, например, послушав каких-то блогеров, они же там потом не озвучивают, что слушай, вот этот блогер говорил, что лоходром какой-то, еще что-нибудь такое. Как с этим интересно быть? Как ты думаешь? Имеешь в виду что? Блогер авторитет, например, для тебя. Так ты раз, там вложились, люди там что-нибудь подписались подо что-то или еще что-нибудь. Ну, во-первых, надо смотреть сам видеоблогер, какие рекомендации дает, насколько он сам зарабатывает. Потому что если видеоблогер действительно компетентный, он будет показывать всю свою прибыль и рекомендовать достойные компании туда, куда действительно можно вложиться и туда, куда действительно можно залезть. И вот, допустим, многие видеоблогеры, они еще называются трейдерами, да, видеоблогер-трейдер, они рекомендуют действительно очень-очень хорошие компании, очень достойные вложения. Бывает такое, а бывает, да, лохотрон. Смотря какой видеоблогер, смотря какие вложения, опять же, все зависит, не знаю, все зависит от того, куда на кого нарвались, наверное, так, что ли. Ну, такая тема, она скользкая очень. Поэтому смотрите, вот, если неуверенность чувствуете, то лучше не надо. Если чувствуете, что да, можно ваши, ну, начинайте с малого. Просто вот смотри, сколько не жалко потерять. Блин, даже с 10 евро, к примеру. Вложил 10 евро, смотришь, ага, работает. Ну, не 10, конечно, хотя бы 100, минимум. 100 евро вложил, блин, работает. Идут прибыли, идут дивиденды, да, я могу их достать. Если ты, смотрите еще, как компанию проверять, если ты в любой момент можешь достать из компании свои заработанные деньги, можно вкладываться 100%. Если тебе говорят, нет, нет, надо вложить и подождать месяц, месяц ты не можешь вытаскивать свои деньги. Есть и такие компании, месяц, два, три, там, в зависимости от того, какой контракт ты заключаешь с компанией. Все. Лучше не стоит. Поэтому деньги ты всегда должен свои вытащить в любой момент, смочь вытащить. Понятно? Вот так вот проверяется компания. Если тебе сказали, например, нет, нет, подождите, сейчас вот пройдет столько-то, только потом вы сможете вытащить свои деньги, все, лохотрон. Если ты можешь вытащить деньги сразу же, на следующий день тебе уже перечислили на карту столько, сколько ты там заработал или столько, сколько ты захотел вытащить, можешь спокойно вкладываться дальше. Жанна, вообще, вот ты говорила, что любишь путешествовать. Обожаю. Расскажи, куда вообще вот ездила? Куда порекомендовать вот съездить? Куда порекомендовать? Барселону. Барселона. А чем прекрасно Барселона? Нет, ты понимаешь, Алексей, вот где бы я ни была, не потому что я тут живу, да. Я живу, кстати, не в самой Барселоне, а живу под Барселоной. Не знаю, далеко-недалеко, 170 километров приблизительно от Барселоны, город Ампуре-Абраво. Посмотрите, прекраснейший городок, весь на каналах. Алексей там был у нас, маленькая Венеция его еще называют, Да, да, да. Чудесный город, обожаю. И от Барселоны, да, устаешь немножко. Мы сейчас шли с Алексеем, обсуждали, вот прям несколько дней здесь побудешь, голова такая, оооо, хоть и энергетика мягкая, опять же, да, такое противоречие некое, но в отличие от остальных городов, здесь намного медленнее устаешь. Еще такой факт. Значит, и что хотела я сказать? Я потеряла мысль, но на самом деле... Про путешествие. Про путешествие, да. Так вот, где бы я ни была, меня всегда стянуло обратно. Я так люблю Испанию, я не знаю почему. Я, может быть, в прошлой жизни испанкой была, я не оттенела. Мне так нравится Испания, я ее бы ни на что не променяла бы. Не, я не спорю, зарекаться не нужно. Где я была? Я была в Греции, я была в Марокко, я была в Германии несколько раз, я была во Франции, я была... еще могу перечислять, перечислять, перечислять. Ну, мое родное место, это здесь, Испания. Испания? Барселона. Ты прям считаешь, что здесь уже родину, да, можешь считать? Вторая родина обязательно. От России, конечно, никогда не откажусь от этой какашки, как бы там ни было. Плохо, холодно. Я очень люблю Россию, я, можно сказать, в кавычках патриот, хотя я Испанию люблю не меньше. Вот, поэтому, если мне скажут, откажись от гражданства, живи здесь, прими гражданство Испании, я скажу нет. Нет? Нет. Почему? Никогда. Почему? Люблю Россию, во-первых, во-вторых, зачем, чтобы мне потом визу открывать, ездить домой к родителям, зачем мне это надо, по визе. Спокойно поехал себе. У тебя, кстати, где гражданство какое? У меня? Да. У меня российское гражданство. Российское, да? Мне тут предлагали, прям вот, иду, и мне тут прям на улице предлагают, слушай, хочешь испанца гражданство? Я такой, сколько стоит, а? Он говорит, денег не хватит. Да ты что? Ну, шучу, конечно. Выходишь на улицу, хочешь, хочешь, выезжать, а дадут тут испанское? Я говорю, нет, спасибо. Это так сложно получить, это... Да, да, согласен, согласен, поэтому... Это очень сложно. Я никогда не буду точно испанцем, я уже это знаю. Блин, я действительно, я Алексею говорила перед интервью, говорю, не спрашивай мне об этом, просто действительно, чтобы достичь не гражданства, а даже просто обычной резиденции, надо, ребята, пройти огонь, воду и медные трубы, предупреждаю. Если у вас не симпядии во лбу, если у вас тут не какие-то огромные там связи или там вы какой-то гений, прочие сомнения, да, и вы сюда едете, вас берут на работу, да, на хорошую заработную плату, да, вы можете приехать, спокойно вам сделают документы и все остальное. Но если всего этого нет, вот если вы простой смертный, да, и у вас нет каких-то там привилегий, сделать гражданство испанское, это вообще, это практически нереально. Алексей, подтверди. Да, 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 это точно, ребята, это точно. Ну, мой канал смотрят простые смертные, поэтому тут очень сложно, ребята, сделать вообще документы на эту тему. Поэтому я говорю, что я сейчас уже начинаю думать, что я в Турцию перееду. Вот, потому что там он 3000 рублей, я уже рассказывал, ребята, и можно там, и плюс страховка, и гражданство на год вам есть. Ну, понятно, да, кто-то там. Подожди, гражданство или резиденция? Ой, футори, гражданство, извиняюсь, гражданство нет, ВНЖ имеется, до гражданства еще далеко. На год, а потом продлять это все? Да, да, можно сразу на 2 открыть эти же деньги, только страховку надо 2 года показать. За эти же деньги? Ну, да, да, там 40 евро. Почему же нас сразу на 2 не открыла? Ну, что-то там не предложили, она потом уже узнала, что там анкету надо заполнить, хозяин, вот моей супруги, помог анкету заполнить, это вышло каких-то там, ну, грубо говоря, там 50 евро, ребят, 50 евро, в каких-то 50 евро вышло, а тут, чтобы Испании все это сделать, и нужно такие деньги за это заплатить, вот, не знаю, там, столько справок разных собрать, тебя тут на каждом углу будут кидать, разводить, тут дай сюда бабок, дай сюда бабок, вообще забучишься здесь очень, с этими испанцами, ребят, поэтому я забила все это. Легко могут за эту резиденцию тебя забрать, если ты не будешь выполнять определенные правила. Смотрите, если ты приехал сюда, и вдруг тебе сделали контракт на работу, и ты устроился на работу, плюс еще надо 3 года здесь прожить с пропиской, да, безвылазно, безвыездно, 3 года ты тут проживаешь, и тебе делают контракт на работу, вдруг манна небесная свалилась, да, находишь такого человека, который легко тебе это делает, плюс еще за этот контракт ты, естественно, должен заплатить его, просто так же тебе делать не будут, или же, если ты действительно устраиваешься на работу, хотя, навряд ли, это замкнутый круг, тебя никто на работу не возьмет без документов, если у тебя нет документов. Да, везде такой замкнутый круг, в Германии, в Швеции, везде такая вот фигня, вот, поэтому сложно же сделать, и я сейчас что-то понимаю, что вообще это нахер не нужно, вот что-то так посмотрел на все это дело, стоит ли эти годы жизни, там, прожитые, вот на такой вот херне, там, тем более, например, мне сейчас 45 лет, 46 уже будет сейчас, через, там, пару месяцев, и думаю, надо мне сегодня через работу проходить, через стройки какие-то, там, еще через какую-то херню какую-то, что там получить какое-то ВНЖ, нахер оно нужно, получается, вот так вот. Через стройки прошли, наверное, все, наверное. Ну, и еще какую-то херню, куда там еще устроиться, здесь больше никуда не возьмут, там, без языка-то более. Да, я, наверное, я думаю, вы знаете, что здесь у нас... Ну, девочки, наверное, проходят через другую, Жан, тебя на стройку не приглашали? Значит, смотрите, здесь такие вот прям под шаблон все. Ребята идут на стройку, работают, девушки, женщины работают уборщицами в квартире или ухаживают за пенсионерами какими-то или за детьми, все. То есть вот такой вот определенный шаблон для всех, так что если вы приедете, настраивайтесь, если у вас нет какой-то действительно там супер... Деньги показать там. А, ну, это естественно. Если лукративо будет там, да. Супер каких-то там бриллиантов, евро, банки, счеты, счета, пардон. Да, естественно, если у вас этого всего нет, то или на стройку, или за кем-то ухаживать. Здесь это считается нормой. Ну, зарплата за это разная абсолютно. Кто на стройку нарвется, в общем, бывает и 10 евро в час платят, а кому-то и 30, в зависимости от того, насколько ты профессионал своего дела и в зависимости от того, что ты делаешь действительно. Да, можно и хорошо, кстати, на стройке здесь зарабатывать, Алексей. А какие профессии, Жанна, не подскажешь? Если знаешь. Профессии ты имеешь в виду, ну, камень выкладывать, например. Это же очень сложно. А камень, камень, да? Это же сложно. Ну, я даже не в курсе, потому что, наверное, сложно, потому что я не умею это делать. Это камень выкладывать очень сложно, и надо, чтобы каждый камешек попадал к каждому камешку. Ну, я думаю, строители меня поймут, они знают, как это все. Вот, поэтому какие-то такие вот в строительстве эксклюзивные направления, да, такие действительно профессиональные, которые другие, другой человек обычный не сможет сделать, они оплачиваются здесь очень хорошо. Да и вообще на стройке, в принципе, за эти деньги можно жить. Ну, сколько здесь зарплата на стройке? Допустим, 50 евро в месяц. Ой, в месяц, пардон. Слушай, 50 евро в месяц не густо. Допустим, 50 евро в день, Алексей. 50 евро в день, давай посчитаем, значит, плюс выходные, естественно, суббота, воскресенье здесь обязательно. Это 250 евро в неделю, да? Ну, 1000 евро получается, да? 1000, ну, 1200, там, в зависимости, если суббота выходной или суббота не выходной. И в то же время в Барселоне получается квартиру снимать только за 800 евро, да? Если, да, есть такие варианты снимать квартиру, но есть варианты снимать комнаты. Здесь это очень распространено. Ты, наверное, сейчас комнату снимаешь, да? Ну, я сейчас один. А как вот супругу здесь комнату тоже снимают, с женами комнаты? Ну, что делать? По приезду на первых порах, да, если, допустим, какие-то запасы ограничены с деньгами, да, то снимают комнаты люди, а что делать? Ну, не знаю, стоит того, не стоит того. У всех разная судьба, разная жизнь. Кто-то рискует, кто-то нет. И потом, опять же, ради чего? Ради чего? Ты так и можешь прожить в этой комнате, да? И неизвестно, добьешься ты каких-то огромных высот или нет, понимаешь? У всех разная судьба. И нужно ли вообще их добиваться? Этих высот непонятно вообще. Абсолютно согласен. Нужно ли вообще это все это? Абсолютно согласен. Не, ну, может быть, там лет 25? Вот же, скажи, в каком возрасте рекомендовала бы переезжать и мигрировать в Испанию? В каком возрасте? Вообще, вот, самое суперское и самое лучшее, это когда ребенок переезжает с родителями. Он настолько сюда адаптируется, он настолько здесь адаптируется. И язык, и друзья, и все окружение, и еда, и школа. Это же так важно, на самом деле, получить вот именно то образование, где ты живешь, правильно? И акцент пропадает, кстати. Допустим, если ребенок переезжает, особенно до 12 лет, особенно, акцента не будет 100%. Вот, так что. Я просто много преподавала, поэтому знаю, у меня огромный опыт, больше 10 лет. Уже огромный, многие огромные. Жан, слушай, ответим на такой вопрос. Вот я сейчас раздумиваю, например, стоит ли вообще вот здесь интегрироваться? Я вот понимаю, что больно-то сильно-то не стоит, потому что, ну, интеграция чищу. Через работу, работать не хочется вот так вот, например, больно-то. Вот как вот, скажи, кстати, быть? Если там не строитель, никто, ничего-ничего, есть какая-то инструкция на эту тему? Алексей, ну я-то тебя понимаю, твою душу, вот эту, знаешь, вот, душа нараспашку, ты же пилигрим, блин. Ты один день там, другой день здесь, понимаешь? Вот, у тебя душа совсем другая, ты свободный, ты любишь свободу, ты никогда себя в оковы какие-то не будешь заковывать, понимаешь? Я же тебя знаю, ты совершенно другой, ты не такой, ты не выдержишь на одном месте, блин, ни одного года, понимаешь? Ну, год, ладно, там и то, если тебя свяжут по рукам и ногам. Но есть люди, у которых есть мечта, и они к ней идут, понимаешь? Например? И они ее достигают, например, жить в Испании. Жить в Испании, ну и жить в Испании можно, вон, 10 лет некоторые, на Майами, на Брайт, они живут, они там и испанцев-то видят, там, раз в неделю, и на испанском-то два слова говорят, например, там, или на английском, так, и... Здесь есть русские, которые живут здесь практически полжизни, не говорят на испанском, потому что общаются только со своими. Очень много русских, очень много ребят, в моей деревне, где я живу, ну, хотя это не деревня, это город, я ее называю деревня, не знаю, полом, пурие браво, ну, не полом, пурие браво, конечно, но очень много русских, друзей, знакомых, русский магазин у нас там есть. Даже в русском городе там внутри? Да. Ты не был там разве? Не, в «Пури браво» был, но русский магазин там нет. Да, да, русский магазин. А там какие-то олигархи живут? Там же дом, яхта сразу, да? Или там скромные строители? Очень, очень красивое место, и я бы не сказала, что там же вот одни олигархи, олигархи живут, конечно, безусловно, в таком красивейшем месте не могут не жить олигархи живут и звезды скорее всего там тоже я тоже слышал что там прямо даже мировые звезды там покупают дома на горах в розысе где ты был да ты в розысе был на горах там живут очень обеспеченные насколько олигархи не знаю но это видно по домам ты успел заметить живут как простые люди абсолютно ничем не отличающиеся средний класс как говорится так олигархи так и просто обеспеченные в общем достаточно всех хватает ну конечно естественно деревня непростая допустим бомжей там не встретишь сразу говорю не встретишь вот барселоне вот идешь на каждом шагу заметил да алексей а даже возле корт инглеса вот мы сидим сейчас недалеко от корт инглеса в буквально в двух минутах и огромный сумм до торговый центру значит и прямо под корт инглеса болен лежат бомжи вообще просто самый центральнейшие на центральной площади магазин огромнейший до красивый там шикарный магазин лежат бомжи на дороге он просто перешагивая через них идешь дальше а куда они у вас деваются и кто-то забирает вот для меня это тоже загадка я понять не могу ли они там допустим никогда не жили вот а а я предполагающих сижу до туда не добираются может далеко от барселоны может что или бы их действительно забирают вот я не знаю почему там нет бомжей я понять не могу очень странно один какой-то ходил там у нас это по-моему в красный крест забрали надо к вам приехать туда немножко поможем 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 жить конечно алексей но если имеешь столько хобби разных да и опять же адаптация друзья знакомые сейчас у нас телефоны творят чудеса раз позвонил кому-то и уже на связи да там с любой страны с любой точки мира когда столько занятий столько хобби когда все близкие у тебя там стоит тебе взять телефон в руки и они у тебя все там ватсапе сидят не не скучно не скучно я даже даже без друзей без родственников но скучно окей противоречие такое да идет с одной стороны как бы добывает скучные дни но знаешь пустота она внутри нас я уже поняла опять же отталкивать пришли к тому от чему уходили значит все внутри нас если у тебя внутри пустота скукота то ты даже в центре нью-йорка или я не знаю там на другой планете в африке тебе будет везде скучно или в барселоне кто же я будет скучно везде тебе никогда не бывает скучно ну вот скажи вот и депрессии будет знаешь раньше были сейчас безусловно постоянно работаю над собой прошли естественно занимаюсь и йогой и медитациями и кстати вегетарианством тоже увлекаюсь много-много лет расскажи как их извлекаешь как работаешь над собой а вот я только что и перечислила медитация вегетарианство йога естественно в общем чистый образ жизни иными словами очень-очень дает много энергии много жизненных сил энергию для творчества энергию для новых идей для реализации на выходе для их воплощения это так круто это совершенно другой уровень это классно жена участвует когда вы там живешь концу единым месте там маленьком городочке например там там меньше общаешься приходится знакомиться как-то с собой тому тут одиночество познаешь гамбургер десут но это не нам был ты просил но 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 гратиас принесли гамбургер моего не заказывали надо было съесть я не хочу гамбургер я не ем кстати гамбургеры приходится знакомиться с собой ты имеешь ввиду что ты там практически можно сказать один да наедине самой собой наедине с самим собой и приходится знакомиться с самим собой да я думаю да это очень хороший такой жизненный опыт жизненный урок в том числе потому что уехав оттуда откуда где у тебя было вообще все приехав туда где у тебя нет вообще ничего это действительно испытание на самом деле и ты к этому привыкаешь не сразу однако я привыкла не сразу к этому кстати про депрессии когда ты у меня спросил депрессии вспомнила что были на начальном этапе когда я покинула свой родной дом до были вот вспоминаю сейчас уже они забыли сейчас и как что там на стенку лезла или как купаться ходила почаще как выходила из депрессии учила испанский язык преподавала много работала занималась в общем все что угодно делала конечно и прошло все прошло адаптировалась первую очередь адаптация проходит у всех по-разному у некоторых за год прямо адаптируются реально но это опять же если в молодом возрасте приехал более зрелый возраст очень тяжело адаптироваться до пяти лет где-то адаптация происходит некоторые так и не адаптируется алексей уезжают уже чутки а вот много еще и знакомых уехала немного но уехала до достаточно и какая у них все-таки некоторые не смогли адаптироваться до конца да они смогли зарабатывать здесь достойных денег и вообще как бы шли к одной мечте пришли к другой да говорится не исполнилось не исполнились желание не исполнились мечты одной мечте не пришли другой будет что люди прям вот собирают вещи играет пошла это испания подальше были такие моменты были алексей среди моих друзей прям были да и реально кто-то уехал да вот все там испанию там плохая страна но никто не уезжает как так вот я слышал такую или все-таки уезжают да ну видимо я просто здесь чуть подольше живу чем другие примеру там за год за два конечно может никто и не уедет а я живу здесь уже 16 год как я сказала и за это время видела разное видела всякое семьями уезжали приезжали семьями уезжали семьями я это веду и по одному было было у тебя не было таких мыслей уехать отсюда назад омск не в омск нет только не в омск почему него только не вам расскажу секрет который я только одна знаю мы с тобой очень сильно похоже знаешь чем такой вот свободной душой нараспашку я человек мира или человек мира я очень люблю путешествовать и мне кажется могу приспособиться жить в любой стране я сейчас не зарекаюсь но у меня такое ощущение внутри и блин для меня вот возвращаться опять туда же куда и приехать где ты был ну это как-то шаг назад что ли если уж куда-то ехать то ну не в омске я не знаю там куда-нибудь в америку я сейчас просто на ум ничего не лезет куда бы я хотела уехать а я бы хотела уехать я поняла я знаю куда я хотела бы уехать знаешь куда бы я хотела уехать вот где бы я подольше бы задержалась так это на острове бали избавляешь да вот там я не была там я была в таиланде совсем рядом и у меня была возможность поехать на бали но я не поехала по некоторым обстоятельствам не буду их сейчас долго рассказывать просто и я смотрю этот остров постоянно у меня там даже друзья есть на этом острове и я постоянно смотрю репортажи про этот остров я бы с удовольствием именно на бали бы уехала да вот у меня глаза загорелись там очень много русской жизни живут потом подставы часто делают не успешно скал подставы что имеешь ввиду подставу девочка не знаю но вот мужчина там подкидывать наркотики полицию вызывают начать деньги вымогать вот не поиграет лучше быть не езди ну у всех свой взгляд на боли нет один говорит приезжай все классно не ругает музыки могут подловить можно я вернусь опять к тому же все зависит от твоего внутреннего мира и то что у тебя внутри те обстоятельства ты будешь встречать поверь мне блин если ты не думаешь об этом вот я пойду на бали там не что-то подкинуть там что-то что-то со мной будет блин зачем страх испытывать тогда когда еще этого не произошло то есть заранее какой смысл ты съезде блин узнай сначала сделай этот опыт к тому же наркотики можно подкинуть вообще где угодно даже в испании мне кажется их ничего не будет а ты имеешь ввиду что здесь слояна к этому конечно здесь же забирают да ну конечно там закон другие совсем законы да 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 пожестче здесь пожалуйста тут кузи идешь на каждом углу курить слушай у меня здесь были неудачные опыты у друзей допустим да ну не с наркотиками да не с наркотиками я имею ввиду вообще в целом и поэтому сейчас вот об этом думать например я пойду на бали и там вдруг мне вот что то вот такой вот сделают блин нехорошая идея не хорошая я думаю позитивно думать и вот то что внутри вот настрой вот этот вот это вообще это одно из важных самых моментов самых важных и надо последний вопросик слушай вот скажем счет рекомендовал ты вот стоит вот там вот в испании все-таки мигрировать или надо подумать или лучше оставаться там свободным перегревом а это как скриптовалюта если вы не уверены лучше не надо вот смотри алексей у тебя есть идея есть мечта да там не знаем идея мечта желание ты уверен что ты это сделаешь ты этого достигнешь блин у тебя для этого есть все все как сказать ты расписал конкретный определенный план цели задачи да ты к ним идешь шанс шаг за шагом ты уверен в себе что ты этого сделаешь достигнешь почему бы не попробовать если у тебя все для этого есть хорошо даже если не все у тебя для этого есть но при этом при всем ты уверен в себе блин поверьте у вас получится вот блин если ты сомневаешься если у тебя один день так другой день так и ты думаешь а на хрена она мне все это надо а другой день о нет ну хочется поехать все таки блин лучше не надо потому что действительно когда вот так вот негативно настроен да уже изначально там да нет нет да а вдруг вот это со мной случится вдруг вот это приезжаешь блин случается случается на самом деле правда все что угодно может случиться понимаешь какие каких только обстоятельств может не произойти с тобой поэтому вот как-то так все понял все спасибо же ребят и подписывайся на канал жанны ссылочка будет в описании и в первом комментарии и жанна вам расскажет про более глубже про испанию чем я всем классного настроения с вами была жанет